К ней частенько возвращаюсь. Это одна картинка горящего дивана у гостинок. Диван, да. Да, это просто взрыв мозга. С диваном интересная история. Вот диван, вот этот, аж, в районе Тихой, да? Недавно нашли картину Бурлюка. Вернее, недавно выяснили, что на ней изображено. Есть картина Бурлюка, которая называется «Вид побережья Крыма, Кахтебель». Недавно, в общем, наши местные люди сопоставили ее с фотографиями дивана. Оказалось, что Бурлюк нарисовал диван, когда он в 20-м году здесь был, в Владивостоке. Просто потом ее атрибутируют, люди видят море, стола, какая-то, так что-то. Пусть будет Крым. Это действительно так. Весь Владивосток здесь описан. И диван, и эгершет, и что это? В общем, и места, и какие-то такие моменты. Вот я еще ловил себя на ощущения, когда герой едет по эгершету, допустим, и видит вот этот поворот на Сипягина, видит эту башню какую-то нахлопнувую, и на нее какое-то внимание обращает. И я себя ловил на ощущение, что я когда там еду, я тоже всегда на эту башню обращаю внимание. Там в обратном направлении едет, остановка в Виму, а там справа стоит такой домик, сверху каменный, сверху деревянный. И вот как-то взгляд героя тоже на этот домик падает. Я думаю, а вот у меня тоже он всегда туда падает. Вот это очень сильно, это восприятие, восприятие, самоощущение человека, живущего в городе, оно здесь вот передано настолько тонко, что вот прямо готово, я думаю, что я не могу сказать. Как это чувствуется из того, о чем автор сам, не стесняюсь, воскликнул и искренне говорить со своим читателем, так как с нами сегодня. Вот у меня вопрос, у вас жена же тоже Приморская? То есть вы в районном студенчестве здесь живете? Ну, нет, она из Комсомольска на Муре переехала. Да, и мы познакомились с ней в театральном институте. А, ну то есть приедены здесь, во Владивосток, и Владивосток вас свел, как бы и семья у вас сложилась здесь. Да, и, ну, почему мы не ездили отсюда? У нее, в связи с полынию Амброзия, началась аллергия. И так ранее сказали, либо умрешь, либо уезжай. А, то есть у вас даже вынуждены кого-то? Да, да, мы не... То есть вы не из тех лицов, а как раз из тех, кто вынудил вас. Я вчера, когда прилетел, меня встретили Ивана, 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 Николаевна. И знаете, вот ощущение, вот Саша, да, с которым мы вообще никогда не виделись, ощущение, что это мои люди, с которыми я, мы давно знаком, которые меня проводили два дня назад, и встретили, и все. Вот такие. В Питере у меня такого нет. Я не завел друзей, не нужно мне там их заводить. Ну и так, на улице тоже, у меня все ровно, вот такие людьми-то. Игорь, вы уехали из Оренбурга в 82-м году? Из Оренбурга в 80-м. 80-м, то есть в армию, да? А я в Оренбург приехал в 82-м году. Разминулись. Да, я там прожил целый год. Но я Оренбург не знаю, я в городке родился в Оренбурге, поэтому я там был только поездом, и не знаю, что я знаю. А, ты не знаешь. Ну и все равно... Еще один элемент мистики, я вам скажу, связан с Андреем Селезневым, который вот сейчас выступал. Дело в том, что мы вчера писались на радио, у нас прямой эфир был еще, и Игорь там сказал, что вот есть такой вот человек, Андрей Селезнев, который читал «Мазнику» и какой-то рептик очень удобный, одобрительный написал, а кто Андрей Селезнев? Я говорю, это же сын Кашука, он правда живет весь, ну, не здесь, а живет в Санкт-Петербурге, в котором сейчас живет Игорь Крутов. Вот, и у меня есть, я, значит, у меня контакт есть с младшим сыном Кашука, Мишей, и я тут же, значит, ночью звоню Мише и спрашиваю, Миша, там ты где? Вот, как бы мне Андрей, с Андреем контактируют. И Миша мне пишет, а Андрей сейчас, погоди вас. Вот можете себе представить. Ну и вот мы с ним связались, и я его пригласила на презентацию. Да. А, так это сын Кашука? Да, Юрий Васильевича Кашука, да, Андрей Селезнев. Вот такие вот переплетения. И я так думаю, что это все к тому, что, наверное, я сказала, значит, ты просто обязан стать знаменитым автором, потому что вот все как-то вот складывается очень интересно. И очень быстро все стремительно происходит. Еще хочу одну тоже реманку. Я, когда писал эту книгу, я расстался, ну как, поменял телефон и перестал общаться с друзьями со своим. Ну, они лучшие друзья у него, ну, я их так вот называю. Здешние? Да, да. Кто-то из них уехал в Москву, кто-то здесь остался. И они в этой книге все есть. И я расстался с ними, оборвал связи, чтобы не набрать, да, не, ну, так как я предельную искренность для себя поставил, и чтобы, ну, если мне друг звонит, а я в это время что-то про него пишу, да, ну, пишу же не то, что он есть, да, пишу, все равно перемалывая у себя в голове перерабатывая, и персонаж у него другой появляется, чем, ну, отличается от того живого. И не общался с ними, ну, лет восемь, наверное, потерял всю связь. Когда я прилетел, пообедали вы или... Через десять лет отсутствия здесь прилетел. Да, да, да. И пошел... Ну, где детская граница? Пошел купаться туда, на кто-то искупался и решил вернуться по... На берегу. Нет, нет, по этой, как я... Где Версал, по-светландской обратно. Но потом вдруг переменил и пошел на верный. По тигровой. По этому. По тигровой. Да, да. Смотрю, выходит, там, от тринадцати школы один мой друг, один мой друг. Ну, привет, привет. Ты что, как? Я так... Ну, говорит, а Англова еще нас встретил. Тоже сюда повертил. И тоже случайно. Вчера. Ну, и мы встретились. Мистик. Да, таким совершенно мистическим. Я им принес книгу. Говорю, вы только не бейте меня, потому что здесь и вы, и вы. Ну, пообещали. Ну, собственно, родилось определение романа, роман предельной искренности. Ну, в общем, да. Вчера проводили вечер, все вспоминали, все веселилось. И я им говорю, вы втроем, ну, и я, да, мы втроем знаем, только вы знаем все персонажи, все, вообще, все передники, все, не знаю, действия, которые есть, они больше не знают никто. Вот такая тоже цепь и получилась. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова